12 июня в День России состоялась всероссийская антикоррупционная акция, организованная фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Она прошла в десятках городов России. Размах протестных маршей 26 марта стал неожиданным не только для власти, но и для самой оппозиции. Власть была настолько шокирована, что почти неделю федеральные каналы не упоминали об этом событии, не знали, как реагировать. Я не вижу никаких оснований полагать, что 12 июня придет меньше людей, чем 26 марта. Точные цифры мы узнаем в ближайшие дни. Решение властей провести масштабное всероссийское мероприятие отнюдь не свидетельствует об их однозначно примирительному к этому отношению. Так в ряде городов были задержания и даже избиения организаторов акции. Когда мы говорим о власти, то часто забываем, что она неоднородна. В отношении Навального, ФБК и маршей протеста во власти борются две линии. Одна из них предполагает заигрывание с этим движением, стремление как-то его приручить и использовать в своих интересах. Вторую линию представляют силы, ориентированные на жесткое подавление любой оппозиции. Очень характерно в этой связи подписание Путиным указа о возможности национальной гвардии переподчинять в регионах вооруженные силы. Только подумайте, какими полномочиями наделяется теперь национальная гвардия. Одной рукой власть разрешает всероссийскую манифестацию, а другой готовится подавлять ее жесткими средствами. Это отражение очень серьезного конфликта внутри власти, который сегодня неизбежен, поскольку именно сейчас решается вопрос о транзите власти. Будет ли Путин оставаться на своем посту или уступит его? Формальные выборы президента через год, но выборы в России никогда ничего не решали. Они всегда являлись манипуляцией, оформляющей уже сложившиеся соотношения сил. Поэтому вопрос о власти решается не в марте 2018 года, а именно сегодня. Во многом на следующей неделе это соотношение сил и определится. Во время выступления Путин заявит о своем решении. В так называемой элите внутри российской клептократии зреет очень серьезное недовольство Путиным в силу ряда его внешнеполитических провалов, которые привели к резкому осложнению отношений с Западом. А для российской элиты рабочие контакты с Западом жизненно необходимы. Вся эта политэкономическая модель заключается в том, что верхушка грабит в России, а сохраняет свои награбленные сокровища на Западе. Сейчас возникла угроза самому дорогому для них активам на Западе, да и всему их образу жизни, их детям и их семьям. Дело ведь не только и не столько в активах, а во всем их жизненном укладе. Образование детей, лечение, отдых, благополучие жен, наложниц и все, что к этому прилагается. Все поставлено под угрозу одним человеком, который своими авантюристическими внешнеполитическими понтами, испортил отношения с Западом. Самое большое желание работающих вахтовым методом элит – нормализовать отношения с Западом. Оставить согласие Запада нетронутой существующую систему неофеодальной экономики, но заменить персональный бренд. Есть, конечно, узкая группировка бункер вокруг Путина, которая с этой заменой бренда теряет абсолютно все. Они будут защищаться до последнего. Это близкие Путину бизнесмены, его друзья детства, Дрездена по КГБ, Золотов и его национальная гвардия, которые лично преданы Путину. Но Золотов может быть действительно лично предан, это его охранник в течение 30 лет. А преданы ли Путину 400 тысяч бойцов, зачисленных в Нацгвардию, то это большой вопрос, на который мы, возможно, и получим ответ в ближайшие дни. Так называемый бункер понимает, что если пустить все на самотек и продолжать заигрывать с Навальным и оппозицией, как это делает сегодня часть политической верхушки, то судьба всего бункера и Путина предрешена. Им нужно как-то срочно переламывать ситуацию. В этой связи наводят на очень серьезные размышления неожиданное назначение прямой линии Путина с народом на 15 июня. Обычно эта пиар-акция проводилась весной. Казалось бы, что об этом формате, как об исчерпавшем себя забыли, проскочили и не будет его в этом году вовсе. Нет, вдруг объявляют 15 июня, а это сразу же после акции 12 июня. Путину придется нелегко на этой линии, ведь акции протеста прошли по всей стране. К тому же у него два крупнейших публичных поражения подряд – в Париже и в Петербурге. В Париже президент Франции Эммануэль Макрон издевался над ним, поставив его, наконец, на место и показав, как теперь лидеры Запада будут с ним разговаривать. Путин, как все заметили, был совершенно жалок и растерян. В такие же жесткие руки он попал во время интервью Мэггин Келли на Петербургском Международном экономическом форуме. На этот раз он пытался агрессивно хамить, но и это выглядело крайне неубедительно. Об этом написали все в мире. Было заметно, что Путин очень сдал психофизически, что только усилило тревогу правящей верхушки. Фюрер не способен более выполнять свои обязанности. Этот самый бункер не может позволить Путину потерпеть третье подряд публичное унижение. Прийти 15 июня на прямую линию после оглушительного успеха демонстрации по всей России, значит план бункера состоит в другом. Этого успеха ни в коем случае нельзя допустить. Его сорвут какой-то масштабной провокацией, которую я называю условно поджогом Рейхстага. Произойдут какие-то столкновения, погибнут люди, демонстрантов и их лидеров обвинят в попутке Пуча, Майдана, Оранжевой революции, захвата власти, чего угодно. 15 июня Путин явится на эту прямую линию как вождь русского мира, подавивший заговор внешних и внутренних врагов России. Вот такой, мне кажется, план у путинского ближайшего окружения. Планы же большинства правящей верхушки другие. Судя по всему, 12-15 июня 2017 года, очень серьезные дни в современной истории России. Сейчас решается судьба фюрера. В случае успешного поджога Рейхстага и победы так называемого бункера, Путин заявит на прямой линии, что в обстановке, когда внешние и внутренние враги окружили нашу осажденную сакральную крепость, он не может оставить свой лишний хромосомный народ. Как технически он это сделает? Снова ли пойдет на выборы? Объявит ли чрезвычайное положение и отменит выборы? Провозгласит ли себя императором Владимиром Третьим? Неважно. В любом случае он объявит, что остается с нами и с вами, украинцами, как с блудными детьми единого великого народа до конца, до Мариуполя, до Львова, до Варшавы, до смирительной рубашки, которую в одном из возможных сценариев на него могут тактично и заботливо надеть уже в эти критические дни. Андрей Пянтковский. Субтитры создавал DimaTorzok